Сегодня же Михаил Игнатьев побывал на заводе по производству горчицы. В Канаше это предприятие работает почти год. Но весь процесс производства соусов журналистам продемонстрировали впервые. На предприятии с немецким акцентом Дивиле все оборудование завозилось из-за рубежа. Пока здесь поставили на поток производство четырех видов соуса для магазинов и ресторанных сетей. Продукт расфасовывают в банки и в термобоксы. Пока горчицу делают из привозного сырья. На следующем году здесь рассчитывают наладить сотрудничество с чувашскими аграриями. От хозяйств ждут семена высшего сорта. Горчица, она так же как и рапс, требует того, что после уборки должно быть сразу очистки и сушка до 7% влажности. Что не могут сделать не все предприятия чувашской республики. Поэтому здесь задача найти конкретные предприятия, которые бы поставляли продукцию сюда. Трудоустраивают на предприятии молодые кадры студентов сельскохозяйственной академии. На завод они попадают и благодаря общественной организации «Деловая Россия». Сегодня ее вице-президент подписал соглашение с кабинетом министров Чувашии. Напомним, что раньше президент России Владимир Путин поставил задачу создать в стране 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. В стратегии развития Чувашской республики эти цифры у нас обозначены. Около 5000 высокотехнологичных рабочих мест. Здесь сегодня, если и данный завод возьмем, 79 рабочих мест уже создано. При наращивании объема производства, при оснащении оборудованием тех помещений, которые мы видели, это практически 200 хороших сотрудников здесь будут работать. Я пообщался сегодня с выпускниками Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. Они удовлетворены, они настроены на дальнейшую работу и практически мотивация у них здесь от своего труда хорошая. И тем самым рассчитываем, это молодой коллектив будет работать и в динамике по пополнению доходной части городского бюджета и республиканского бюджета будут давать уже рост.